МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новоуральская вещательная компания информационная программа объектив студии Никиты Евсеев. Сегодня среда, 22 мая. О последних и городских событиях расскажем далее. Смотрите в выпуске. Губернатор Евгений Куйвышев представил депутатам ЗАГСобрания отчет о работе правительства Средневоской области в 2018 году. Почти 25 миллионов рублей получил театр «Куколсказ» на ремонт цехов и мастерских. Работы начнутся уже в июне, а закончатся к концу ноября. Взвод особого назначения новоуральские школьники участвуют в учебных сборах. В этом году рекордное количество ребят, почти 250 человек. Новоуральская готовится к Международному дню защиты детей и Дню России. Площадка проведения предстоящих праздников в Центральный парк культуры и отдыха с новым светодинамическим фонтаном. Предмет, похожий на снаряд, был найден в промзоне. Находку вывезли за территорию города и уничтожили. Об этом и многом другом узнаете далее. 21 мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев представил депутатам Законодательного собрания отчет о результатах деятельности правительства в 2018 году. В нем он обозначил ключевые задачи в работе областного правительства, которые задали тренды на перспективу, формирующую необходимую базу для прорывного развития региона, реализации приоритетных проектов, программы «Пятилетка развития Свердловской области». Также глава региона остановился и на развитии культурной сферы области. В 2018 году для культурной сферы региона был характерен качественный и количественный рост. Росла посещаемых государственных и муниципальных музеев, библиотек и театров. Были открыты два новых музея. Это региональный центр президентской библиотеки имени Бориса Николаевича Ельцина и музей памяти представителей Российского императорского дома «Напольная школа» в городе Лапаевск. В 2018 году мы вышли в лидеру по количеству созданных кинозалов. По программе фонда кино в муниципалитетах области открыты и модернизированы 30 кинозалов. Активно идет развитие сферы культуры и в нашем городе. Так, в мастерских и цехах театра «Кукол сказ» совсем скоро начнется грандиозный капитальный ремонт. Благодаря субсидии с федерального бюджета здание будет полностью переоборудовано. Общественный совет по культуре вчера провел в этом помещении выездное заседание, чтобы оценить масштаб ремонта и его целесообразность. Подробности далее. Почти 25 миллионов рублей. Именно столько получил Новорайский театр «Кукол сказ» на ремонт помещения, где располагаются цеха и мастерские. Средства на ремонтные работы выделены из бюджетов разных уровней. 80% – федеральная субсидия, а 20% профинансировали области, город. Это большой подарок в год театра, ведь «Сказ» оказался в числе девяти театров России, которые получат в этом году финансирование на модернизацию, реконструкцию и капитальный ремонт. В рамках национального проекта «Культура». В прошлом году стартовал нацпроект в области культуры. И вот благодаря тому, что у нас в городе к этому времени уже была проектно-сметная документация, которая была подготовлена УКСом, мы смогли заявиться на этот проект. И благодаря этому наш город, вложив всего один миллион, получил 23,6 миллиона из областного и федерального бюджета. В этом году мы эти деньги должны освоить. Общественный совет по культуре провел выездное совещание прямо в здании мастерских. Его задачей было оценить масштаб ремонта, а также понять, где и в каком объеме можно привлечь к участию в этом большом деле общественность. В самом здании уже готовятся к переезду. Мастерские почти пусты. Кукол на крючках тоже нет, пока они живут на Вурайском технологическом колледже. Там для них выделили специальное помещение. Работа в пошивочном цехе у художников, декораторов еще идет. Ведь сейчас активно готовится к постановке сказка о царе Салтане. И нельзя терять ни минуты, даже несмотря на грядущий ремонт. Если у нас будут новые оборудования, мы будем это делать мобильнее, быстрее. Не скажу, что может быть качественно, мы делаем очень качественно. Но с применением каких-то других технологий. Вот сейчас мы к сказке о царе Салтане готовимся. Там у нас художник разошелся так, да, накрутил, что там и железные конструкции будут, определенный свет. Мы работаем с эпоксидной смолой, которая требует тоже определенного оборудования. И с силиконом и так далее, и так далее. Это все формы, это все какие-то приспособления. Масштабы работы впечатляют. Будут перепроектированы все помещения. Репетиционный зал со второго этажа переедет на первый. Там же будет располагаться и театр для самого маленького зрителя – Бэви-театр. Немаловажный факт – поменяют все коммуникации. И в допроводные электрические сети будет заменена и вентиляция в покрасочных цехах. Кроме того, будут закуплены новые компактные станки для деревообработки. Сделанное в этом году останется на долгие-долгие годы для многих поколений и руководителей, и актеров, и технических работников, и зрителей, и всем. Потому что большие финансовые затраты, они такие, не повторятся. И не повторятся очень длительное время, а надо сделать очень качественно, эффективно. Так, чтобы коллектив, получив новое, считаем, помещение, не здание, а помещение, был удовлетворен тем, что было сделано. В июне будет объявлен конкурс на подрядчика работ. К июлю выигравший тендер подрядчик должен приступить к работе. А окончен этот глобальный капитальный ремонт нужно до 31 октября. Сроки кратчайшие. Общественный совет по культуре как орган контроля, а также связующее звено между учреждениями культуры и жителями города и общественностью, предложил свою посильную помощь в ремонте здания. Мы как представители общественности понимаем, что нам тоже где-то надо включаться, посильную помощь какую-то оказывать. Может быть, вот прозвучало такое предложение даже вплоть до каких-то субботников организовать молодежь, например, когда-то помочь. Да, хорошая идея. Чем можем? Возможно, конечно, надо помогать. Кстати, совет еще три года назад высказывал необходимость изменения условий работы сотрудников театра «Куколсказ». С точки зрения общественного совета мы очень много следим за тем, чтобы в учреждениях культуры происходили постоянно, пусть небольшие, но вот эти изменения к лучшему, поскольку очень сильно изменилась принципиально наша жизнь. Вот те условия и возможности ремонтные, строительные, технологические, которые существуют сегодня, они, конечно же, являются прорывом в нашей жизни. 10-15 лет назад невозможно было себе этого представить, поэтому может быть и хорошо, что этот ремонт происходит сейчас. В целом, в рамках национального проекта «Культура» к 2024 году в стране планируется реконструировать и отремонтировать 40 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров «Кукол». Замечательно, что Новоурайский театр стал одним из первых в рамках данного проекта. Естественно, к самому зданию летом начнет подъезжать транспорт, будут вестись работы, которые могут производить шум. Поэтому руководство театра «Куколсказ» и руководство отдела культуры обращаются ко всем жителям близ лежащих домов с просьбой проявить терпение и понимание. Ведь результат этой работы не заставит себя долго ждать. И место, где рождается сказка, засияет новыми красками. Альбина Бабкова, Павел Сизов, Новоуральская вещательная компания. В этом году Новоуральский и Уральский электрохимический комбинат отмечают два больших юбилея 65-70. Торжества пройдут в июле, а месяцем ранее в июне город проведет целую череду праздничных мероприятий. Новоуральск уже ведет большую подготовительную работу к предстоящим праздникам 1 и 12 июня. Это Международный день защиты детей и День России. На заседании Оргкомитета все ответственные за эти мероприятия структуры и ведомства обсудили проект постановления состав Оргкомитета план подготовки проведения праздников. Первое, на что обратили внимание собравшиеся, это безопасность проведения мероприятий. А далее началось обсуждение сценарного хода праздников. 1 июня основная часть торжества будет выстроена из двух основных блоков. Это открытие Всероссийской летней творческой школы «Рефей» и награждение участников проекта «Росатом вместе». Торжества и 1 и 12 июня пройдут в Центральном парке культуры и отдыха с 13 до 16 часов. Кстати, впервые в этом году традиционный фестиваль «Новоуральские фанфары» пройдет не 12 числа. Сам праздник в День России для новоуральцев заработает новый светодинамический фонтан в Центральном парке. На сам праздник организаторы ожидают гостей более тысячи человек. Чтобы оба дня прошли на достойном уровне, собравшиеся приняли решение провести контрольный оргкомитет до 30 мая. Проверить окончательную готовность к праздникам всех структур и ведомств, участвующих в подготовке и проведении Международного дня защиты детей и Дня России. Город живет полной жизнью. 1 июня, в первый день лета у нас праздник, День защиты детей. Хорошее праздничное мероприятие на площадке Центрального парка культуры и отдыха. Сегодня собрались оргкомитетом, обсудили. Готовность высокая. Так что всех приглашаем, детей, родителей. Будет интересно, будет весело. Ну и традиционно 12 июня, это День России. Обычно мы совмещали с фестивалем духовых оркестров, но в этом году фестиваль будет проходить в рамках юбилейных мероприятий чуть попозже в июле. А 12 июня будет хороший праздник, тоже в парке. Приходите, хорошая программа будет силами Дома культуры, силами коллективов городских. Наталья Рау, Дмитрий Дедюхин, Новоральская вещательная компания. На прошлой неделе, 17 мая в 11.30 в дежурную часть полиции города Новоуральска от местного жителя поступило сообщение об обнаружении в лесном массиве промзоны на Шевченко предмета, похожего на снаряд. Пока на место ехали сотрудники полиции, нашедший снимал видео окрестностей, а затем поделился ими с Новоральской вещательной компанией. Просто страшно. У них запал тут, боеголовка. Комплексными силами полиции территория была отцеплена. На место происшествия также прибыли сотрудники ФСБ, инженерно-техническая группа ОМОН и представители войсковой части. Находку вывезли за территорию города и уничтожили. Обращаемся к гражданам, что в случае обнаружения подозрительного предмета не стоит предпринимать каких-либо самостоятельных действий к его перемещению или уничтожению. Необходимо по возможности ограничить доступ к опасному месту других граждан и дождаться прибытия спецслужб. В эти дни продолжаются сборы старшеклассников, стартовавшие в понедельник 20 мая. Напомню, проходят сборы в загородном лагере «Самоцветы». Целую неделю школьники проведут участие в мероприятиях военно-патриотической направленности, рассказывает Анна Акрамова. Вместо учебников и уроков в классах – занятия на природе. Навуральские ученики сменили школьную обстановку и выехали на сборы. Загородный лагерь радушно принимает ребят со всего города на военных сборах уже в пятый раз. В течение недели старшеклассники будут изучать в самоцветах основы военной подготовки. Взвод особого назначения – так называется смена учебных сборов. Это часть учебного плана, но у нас в городе традиция проводить их выездными на базе загородного лагеря «Самоцветы». На это организационно очень много тратится сил, но и средства, в общем-то, выделяет местный бюджет. Поэтому для ребят участие в сборах бесплатное. Это очень важная вещь, потому что ребята приходят уже подготовленные войска, и командиру достаточно легко их дообучить каким-то требованиям уставов. Традиционно в сборах участвуют в основном ученики 10-х классов. Впервые в этом году присоединились и семиклассники кадетского класса 48-й школы. Всего в самоцветах тренируются около 250 человек. Курируют ребят на сборах – преподаватели ОБЖ. «Основы начальной военной подготовки. Сейчас это входит в основу безопасности жизнедеятельности. И у 10-х классов есть раздел «Основы военной службы», тема учебной военной сборы. И мы вот который год уже проводим на базе самоцветов. Здесь, во-первых, удобно». «Конармейт Верднов, выйти из строя на два шага». «Есть». Участие наравне с юношами в сборах принимают и девушки. К примеру, командир первого взвода Вероника Кулакова из лицея номер 56 военным делом занимается уже шесть лет. Говорит, что мечтала поехать на такие сборы давно. Десятиклассницу привлекает военная подготовка. Это ее хобби. «Если девочка, допустим, может служить в армии, это же не значит, что она не женственная или что она не умеет готовить. Она точно такой же семейный человек, просто с дополнительным хобби. У меня папа служил, только он служил именно в морской пухоте. Мы с ним ввели какие-то беседы, какие-то разговоры. Просто он делился со мной какими-то эмоциями. Так случилось, что я узнала, что есть, допустим, такая военная подготовка у меня в школе, и я с удовольствием туда пошла». На учебных сборах в самоцветах всего сформировано восемь взводов – шесть мужских и два женских. Каждый день расписан по минутам. Ребята тренируются в практике, осваивают строевую подготовку, получают медицинские навыки, соревнуются в сборке и разборке автомата, обучаются радиационной, химической и биологической защите. Ребят объединяет общий дух. Многие юноши целенаправленно поехали на сборы. В будущем они хотят пойти в армию и, по примеру, отцов и дедов отдать долг родине. «Я отношусь на самом деле положительно. Я считаю, что каждый мужчина должен пройти обязательную военную службу, должен защитить родину, так как именно это и делает его мужчиной». Сборы школьников лагеря «Самоцветы» продлятся в течение рабочей недели и завершатся в пятницу 24 мая. «Состоится торжественный парад, смотр строя и песни. Будут приглашены известные военные личности на закрытие учебных сборов. И там мы узнаем, какой же взвод у нас стал лучшим». Как говорят организаторы, имеющие опыт проведения таких сборов, каждый раз по окончанию смены школьники остаются довольны. А главное, на практике нон-стоп в течение недели живут в режиме сборов, в ходе которых подростки получают или улучшают как теоретические, так и свои практические навыки военной службы. Анна Акрамова, Виктор Малышев, Павел Сизов. Новоуральская обещательная компания. Стажировка для вожастеров – это совершенно новое мероприятие проекта «Школа Росатома», которое прошло на днях в лицее номер 56. Креативные педагоги из разных учреждений образования Новоуральска будут участвовать в отраслевых сменах и международных умных каникулах «Школы Росатома». Подробности у Натали Рау. Стажировка для вожастеров или «Ново лето». Именно так называлась встреча, подразумевая под собой «Новоуральское новое лето». Цель мероприятия – развернуть, так сказать, педагогов, особенно тех, которые работают в летних, загородных и городских лагерях, на новые форматы. А именно форматы проведения отраслевых смен проекта «Школа Росатома» и международных умных каникул. Стажировались молодые креативные педагоги из разных учреждений образования Новоуральска. Среди них активна участница проекта «Школа Росатома» Анна Лебедева, у которой уже есть опыт работы вожастером. Мне стало интересно побывать немножко внутри процесса и понять формат, событийный формат, который, на первый взгляд, кажется достаточно простым, но в нем приходится разбираться. То есть какие-то нюансы, какие-то аспекты, детали, которые искала сегодня, вчера для того, чтобы точно для себя определить, каким образом событийный формат становится собой. По-новому работали в детских лагерях, по-новому работали в своих образовательных организациях, притворяя в жизнь форматы проекта «Школа Росатома». А вторая цель, которую мы преследовали, это подтолкнуть людей к активному участию в конкурсной программе проекта «Школа Росатома». Мы очень хотим, чтобы наши яркие педагоги как можно больше участвовали в конкурсах этого уникального проекта. И в сентябре заявились в том числе и на конкурс педагогов, реализующих международные умные каникулы. Педагоги Новоуральска – люди всегда креативные и неугомонные. Они стремятся идти не только в ногу со временем, но и быть на шаг впереди. И эта стажировка для вожастеров тому пример. Воплощение самых смелых идей новоуральские школьники увидят не только на отраслевых сменах проекта «Школа Росатома», в международных умных каникулах, но и на городских мероприятиях. Наталья Рао, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская вещательная компания. Проекты «Библиотайм» – это то место, где проходит много чего интересного. Здесь собираются молодежь, люди среднего и старшего возраста. Они общаются, они учатся, они узнают много нового. Завтра в рамках проекта «Библиотайм» пройдет презентация книги уральского автора, члена Свердловского творческого союза журналистов Дмитрием Севковым. Роман «Золотая хозяйка Липовой горы» представлен как записки пропавшего журналиста. Захватывающий сюжет вовлекает читателя в мир разнообразных эпох и стран, где есть место детективным линиям, историческим фактам и бесконечной теме любви. В основу этого интеллектуального исторического детектива легли реальные события. Находка на берегу одной из уральских рек оружейного клада эпохи великого переселения народов. Это повлекло целый ряд трагических, драматических событий. Книги журналист районной газеты становятся обладателем ключа к тайне местонахождения рук Венеры Милосской. Охоту за артефактом ведут тайное общество, церковь и криминальный мир. Одни с целью вернуть изваянию прежнюю божественную силу, другие видят в этом предвестие апокалипсиса и хотят воспрепятствовать этому. Третьими движет жажда наживы. Стать на один шаг ближе к разгадке этой тайны можно уже завтра на встрече с автором книги Дмитрием Севковым. Приходите в Новоуральскую библиотеку 23 мая в 19.00 и получите ответ на этот вопрос. До встречи! Итак, уже завтра в библиотеке на Фрунзе пройдет встреча с автором романа «Золотая хозяйка Липовой горы». Приходите, будет интересно. Завтра в 19.30 на канале ОТВ смотрите программу «Грани». Она посвящена 70-летнему дню рождения колледжу Новоуральского технологического института научно-исследовательского ядерного университета МИФИ. А ровно в 8 вечера в эфир выйдет информационная программа «Объектив». А на сегодня у меня все. Всего вам доброго. И главное, помните, Новоуральская вещательная компания с вами всегда, в том числе и на волне 105.3 FM. Новоуральская вещательная компания